Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 14 июня. Житие Святого Отца нашего Мефодия, патриарха Константинопольского. Уроженец Сицилии, Святой Христов Мефодий, святитель, в юных летах воспринял иноческий образ, преуспевая в добродетельной жизни. В царствовании льва армянина иконоборца он занимал при святейшем Никифоре, патриархе Стареградском должность, апокрисиария. Так называются временные или постоянные представители епископов, важнейших в церкви и при особе государя, которые заведовали всеми сношениями своей церкви и ее представителей с верховной властью. Патриарх Никифор послал святого Мефодия к папе в Рим с одним поручением, касающимся церковных дел. Здесь в Риме он намеренно задержался на довольно продолжительное время, потому что нечестивый лев, свергнув с патриаршего престола святейшего Никифора, Возвел на него еретика иконоборца Феодота Мелиссийского по прозванию Кассетера. По кончине царя льва и лжепатриарха Феодота святой Мефодий возвратился из Ветхого Рима в Новый. В стане пресвитера он служил Господу в правде и преподобии, неустанно борясь с иконоборческой ересью. Особенно усилившись в то время по льве армянини на царский престол, вступил тоже еретик иконоборец Михаил Валвос или Травлос. Патриархами Водниева были люди неблагочестивые, и великий подвиг взял на себя блаженный Мефодий, припираясь с еретиками и постыжая их. За такую деятельность нечестивый царь томил в муках и темнице святого Мефодия, как сообщает об этом грек Зонара. Он передает, что Михаил Травлос в начале царствования своего показал себя милостивым правителем многих святых отцов, заточенных львом армянином за почитание икон, он освободил от луз и заключения. Но затем, по прошествии уже довольно значительного времени, Михаил отменил это внушенное лицемерием доброе дело, и не скрывая своего злобного нечестия возник гонений на православных. С гневом он ополчился на святого Мефодия и на Ефимия, цардийского епископа, о многих других, много пострадавших от него уже не говорим. Ефимию он отправил за почитание икон в изгнание, а святого Мефодия заключил в темнице, в Акрите. Тот же Зонара следующим образом описывает нечестие Михаила Травлоса. Он подражал во всем, по его словам, царю Капраниму, благоволяя иудеям, он приказал поститься в субботу, не веря в воскресение мертвых. Михаил осмеивал надежду на блаженную жизнь за гробом, подвергал насмешкам и предсказания святых пророков, утверждал, что бесов не существует, и не почитал за грех скверных плотских деяний. Почитая Иуду предателя за святого, Михаил думал, что последний войск спасен. Он ненавидел учения книжные и препятствовал родителям отдавать детей в православные школы, чтобы, изучивши священное писание, они не обличили его безумие, но, пребывая невеждами и бескнижными, следовали его еретическому заблуждению. Так говорит Зонара. Святой Мефодий мужественно противился зловерному царю, как пастырь мудрый, сведущий в божественном писании православных догматов и преданиях святых отцов. За это он, как исповедник истины, переносил не только узы и темницы, но даже раны. По смерти Михаила Травласа восторился сын его Феофил, наследник не только престола, но и зловерия своего отца. Феофил многих замучил за честное почитание святых икон, однако, любя учения книжные, он обновил запустевшие было школы Царьграда. Приказал снова начать в них занятия. Он же освободил из оточения святого Мефодия, как передает об этом греческий историк Михаил Гликос. Небывалым, говорит он и чудесным образом, извел бог Мефодия из мрачного узилища. Феофил из любви к знаниям часто проводил время за чтением книг. Однажды царю попалась в руки книга, содержание которой ему было малопонятно. Кто-то из приближенных заметил Феофилу, что Мефодий, заключенный в темнице в Акрите, известен своим умением изъяснять трудные для разумения места в книгах. В тот час же царь послал приказ привезти к нему из узилища святого Мефодия. Увидевшись с ним, он после беседы понял, что святой Мефодий муж мудрый и освободил его из уважения к нему. Получив свободу, святой Мефодий снова вступил в словесную борьбу с сиритиками, уча воздавать святым иконам достойную их честь и поклонение. Этим он опять навлекал на себя гнев иконоборцев. Деятельность святого Мефодия на защиту православия стала известна царю, который сильно гневался на угодника Божия, скрывая свое недовольство до более удобного времени. В эти дни греки вели войну с сарацинами. И была необходимость самому царю присутствовать при войске. Отправляясь к полкам, царь взял с собой святого Мефодия, частью как бы ради молитвы, частью для бесед, отписания и решения недоуменных вопросов, которые, как убедился царь, святой Мефодий искусен был разъяснять. В действительности же царь взял с собой угодника Божия из боязни, как бы в столице, если в ней останется святой Мефодий. Не возникло народное возмущение против иконоборцев. Народ любил преподобного, как мужа святого и учительного, прекрасно сведущего не только в области управления духовного, но и гражданского. Поэтому-то царь не оставил его в столице на время своего отсутствия, а взял с собою. Но вот по Божьему попущению измаильтяне одолели греков, уничтожив почти все войско царя, так что последний едва спасся бегством, с малыми остатками от своих полков. Тогда нефестивый царь обнаружил на святого Мефодия свой гнев, который доселе таил в сердце. «Потому Бог и даровал врагам нашим победу, — говорил Сеофил, — что среди нас находятся идолопоклонники». На это святой Мефодий возразил. «Господь, поругаемый христианами в святой своей иконе, прогневался на них и попустил врагам одержать над нами победу». Исполнившись ярости, царь сослал святого Мефодия после жестокого бичевания в заточении на один остров. Здесь он приказал заключить его вместе с двумя разбойниками в глубокой гробовой пещере, куда не проникал и солнечный свет. Сеофил приказал бить святого Мефодия по щекам, причем челюсть его была разбита до того, что на всю жизнь у святого Мефодия остался безобразный шрам. Причем, будучи патриархом, святой Мефодий разрезал концы клобука и обвязал ими челюсть, чтобы скрыть рубец, и за уважение к исповеднику и все иноки, по его примеру, начали носить клобук с разрезами. Так святый Мефодий явился живым мертвецом, как и он овощреве Китове, пребывая в земных недрах и благодаря Бога. Одному рыбаку поручено было доставлять ему пищу, и притом столь скудную, чтобы только не умереть с голода. Мучители желали продолжить жизнь угодника Божия с нею и его страдания в том гробе. Во время этого заключения святого Мефодия царь Феофил подверг мукам за почитание честных икон двух святых исповедников, Феофила и Феофана. Феофан и Феодор, таиноки Иерусалимской лавры, святого Савва, при льве Арменине были заточены за обличение ересей иконоборцев. При Феофиле на их лицах была выжжена надпись, говорящая об их поклонении честным иконам, а сюдрой они называются начертанными. На их лицах раскаленным железом была выжжена надпись, свидетельствующая об их поклонении святым иконам, после чего царь отправил мучеников в заточение. Суть их лежал мимо того острова, где томился святой Мефодий, заключенный в гробовой пещере. Случайно встретившись с рыбаком, питающим узника, святые исповедники разузнали от него все подробно об угоднике Божьем, не имея возможности увидеться со святым Мефодием, потому что очень строги были люди, вешавшие их в заключение. Феодор и Феофан написали к нему следующее приветствие, доставить которое по назначению взялся тот же рыбак. К живому, как к мертвому, сидящему во гробе, к земному, обходящему горние страны, и к носящему узы пишут окованные, имеющие лица начертаны. Прочтая это присланное с рыбаком приветствие и узнав от последнего от подвигов святых страстотерпцев, святой Мефодий благодарил Бога, даровавшего им такое мужество. Затем он ответил им, в свою очередь, на их приветствие таким письмом. Погребенный прежде смерти и скованный узами, приветствует тех узников, из которых каждый, имея начертанное лицо, вписан горе в книгу жизни. В своем гробном заключении святой Мефодий пробыл до смерти царя Феофила, и когда один гроб приял мертвеца поистине, то есть царя Феофила, тогда другой гроб, подобно киту, изрыгнувшему чрево ионы пророка, даровал миру живого мертвеца, то есть Мефодия. Когда смерть закрыла очи Феофила, гробной перстью и затворила его нечестивые уста, наложив молчане на хульный язык, тогда славный исповедник увидел дневной свет и снова отверг свои уста для проповеди благочестия. По кончине Феофила посорился сын его Михаил III, причем за его малолетством управляла его мать Феодора. Первой заботой правительницы была забота о мире церковном, совершенно нарушенном иконоборством. А дней первого царя иконоборства Льва и Саврянина до смерти Феофила прошло 120 лет. В течение этого времени икона Христова была поругаема христианами, и разгневанный Бог воздвигал за это немалые бедствия на христианское царство. В эти годы сарацыны, обладев многими христианскими странами, многие жители их увели как пленников в свою область. Тогда же греко-римское государство разделилось на два царства. Между тем ранее царь Нового Рима, или греческий, обладал и Ветхим Римом, так что Восток и Запад объединялись под скипетром одного царя греческого. Но вследствие развития иконоборческой ереси, связанной с лютыми кровавыми мучениями, множество исповедников благочестия, Запад отторгся из-под власти греческих царей, спасая себе своего собственного царя. Поэтому греческий царь вынужден был управлять одной и только Грецией, да и то не все, потому что Палестина со святым городом Иерусалимом, в Сирии, Аравии, а также Египет с подлежавшими ему областями взяты были сарацинами. Все это Бог попустил за грехи христиан, отпавших от благочестия в ересь и поругавших святые иконы. Принимая во внимание последние обстоятельства, благочестивые и исполненные Бога вдохновенного разума царица Феодора, приложила все старания к тому, чтобы, уничтожив в христианском царстве проклятую иконоборческую ересь, утвердить правоверие, возвратив, как драгоценные украшения невесты Христовой Святой Церкви, почитание честных икон. Она повелела освободить из уз и заключения, а также возвратить из ссылки всех исповедников благочестия, чтобы они пришли на собор в Константинополь, который бы возвратил с подобающей честью храмам святые иконы. По этому указу был освобожден из гробного затвора и святой Мефодий. На патриаршем же престоле, как мерзое запустение на месте святи, все еще пребывал лжепатриарх Иоанн по прозванию Анни с 832 по 842 год, еретик и волк, возведенный на престол царем Феофилом. И так как святые отцы не желали иметь с ним общения, то благочестивая царица Феодора, помянутого лжепатриарха, лишив престола, изгнала из церкви как дикого вепре из виноградника. По благоволению Божьего на патриарше престол, к неизреченной радости всех православных, был возведен святой исповедник Мефодий. Это возведение святого Мефодия, происшедшее более по Божьей, нежели человеческому избранию, еще прежде было предсказано преподобным Иоанникием Великим, о чем же тие его говорит так. Игумен о гавронского монастыря Евстрати спросил некогда преподобного Иоанникия, «Отче, доколе же святые иконы будут попираемы? И доколе продолжится такое положение вещей, при котором церкви не возвращаются? Гонители возрастают, и стадо Христово расхищает дикие звери». Святой отец отвечал на это, «Подожди еще немного, брат, и увидишь проявление силы Божией. Церковное управление примет некто именем Мефодий, озаренный Божественным Духом. Он будет руководить церковью поистине, истребить ереси, утвердить церковь православными догматами, создаст тишину и единомыслие, протирящейся же смирить десница Вышнего». Это пророчество преподобного Иоанникия сбылось с очевидностью на святом Мефодии. По смерти царя Теофила он был поставлен патриархом Царьграда как муж, достойный столь великого сана, как крепкий столб правоверия и непоколебимое утверждение благочестия, как украшенный мученичеством Христов воин, от Бога предзнаменованный и прозорливым мужем предуказанным на великое служение архиерейское. Святой Мефодий вместе с благоверной царицей Феводорой создав в Константинополе Поместный Собор, который подтвердил догматические определения Седьмого Вселенского Собора, создано в царствовании Константина Ирины в Никее на иконоборцах. Не принимающий же догматов этого Вселенского Собора Поместный Собор, собранный при святом Мефодии, предал вторичной анафеме, достаив радость православным, обратив церковную смуту в мир, бурю и волнение в тишину, осы Собора с великим торжеством в первую неделю Святой Четыридесятницы внесли честные иконы в церковь Господню. И была великая радость не только в Царьграде, но и во всех тех местах поднебесных, где находились православные христиане. Когда повсюду православные христиане совершали духовное торжество, зависть терзала сердца тех, в душах которых была укоренена иконоборческая ересь. Таковы были уже помянутые свержи из престола лжепатриарха Нани и брат его Ариабор, имевший сам сенатора и заседавший в царской палате. Таковы были некоторые другие из числа остановитых вельмож и людей меньшего чина. Не зная, что делать, они по злобе придумывали, как бы оклеветать святейшего Мефодия. За золото и еретики наняли одну единомысленную с ними и знатную женщину, сын ее был Ипатом, Смирний. Чтобы она, согласно их наставлению, пошла к царице и воспитателям молодого царя и сообщила им, что будто бы новопоставленный патриарх Мефодий блудодействовал с нею. Так поступили клеветники в том расчете, что им будет более удобно хулить как учение святого Мефодия, защищавшего почитание честных икон, так и самые иконы, если патриарха удастся обесславить, распустив об нем в народе дурную молву и тем опозорив его имя. Подученные еретиками женщина, отправившись к царице и воспитателям молодого царя, открыто перед всеми оклеветала святого Мефодия, принесший жалобу на мужа ни в чем не повинного. Чтобы клевета ее была принята за истину, она проливала слезы, как бы потерпевшей насилие от новопоставленного патриарха. Они удивлялись к такому поступку первосвятителя, породившему великий соблазн, то час молва распространилась по всему городу, православных смущая, а нечестивым доставляя радость и торжество. Еретики смеялись над православными, вот какой имеете во патриарха, вот за кем вы следуете. Когда клевета дошла до самого святейшего Мефодия, он недоумевал, откуда именно она могла возникнуть. Но имея словец чистый, он в душе радовался незаслуженному бедствию, вместе с тем патриарх и печалился, видя столь великий соблазн среди народа и насмешки еретиков над православными. Как же поступает этот великий святитель, муж неповинный, руками и чистым сердцем, соблюдавший от утробы матерни непорочную чистоту своего тела? Желая не столько себя очистить от ложного обвинения, сколько отнять у церкви соблазн и заградить лживые уста еретиков, патриарх решил, жертвуя своим стыдом, открыть доколе никому неведомый недуг, которым он страдал, и который со всевидностью обнаруживал неспособность первосвятителя к плотскому греховному смешению. Послав в палату цареву, патриарх просил справедливого суда, который расследовал бы дело между ним, упомянутой женою. Представ перед судом, состоящим из честных лиц, патриарх не хотят спорить с бесстыдной женщиной, и желая непререкаемым образом засвидетельствовать о своей неповинности, и убежденный к тому же наступившей необходимостью отложить природный стыд, соблюдение коего особенно было обязательно для человека его сана, святейший Мефодий обнажил тайное место своего тела, объятая болезнью, та, что плоть родная, была как бы умершленную, и все узнали, насколько ложна была клевета женщины, так как видели, что невозможно столь больному человеку совершить плотской грех, и возрадовались православные, что уничтожился соблазн церкви, и отнялось поношение от сынов благочестия. Еретики же покрылись стыдом и заградились нечестивые уста их, болезнь их обратилась на их голову, и издевательство их принесло посрамление и уничтожение им же самим. Когда же судья спросили святейшего Мефодия, каким образом приучилась ему болезнь, он, обнаруживая недуг свой, открыл причину его, о которой доселе тоже никому не говорил. Когда сказал он, я был послан святейшим патриархом Никифором к папе в Рим и там задержался, в это время по действию пакостника плоти ангела сатанина напало на меня сильное плотское вожделение, соединенное с возбуждением плотских удов. Многие дни и ночи боролся с похотной страстью, изнуряя постом и в день и умерщвляя себя всякого рода трудами. И так как страсть все-таки не оставляла меня, и мне казалось, что я уже близок к падению, со слезами поверхствую перед святым верховным апостолом Петром, вручая себя и его помощи и прося у него ослабление. Я молил его, чтобы он даровал ему от Бога благодатную силу, избавил меня от плотской брани, и тем не попустил оскверниться моему телу, освященному для чистоты. Когда я в печали забылся немного, мне явился святой апостол Петр и коснулся своей десницы тайных частей моего тела. От этого прикосновения я ощутил сильную боль. Точно кто огнем ожег заболевшее место, я сильно застонал. Апостол же Петр сказал мне, отсея ли ты не будешь боли испытывать плотской греховной брани. Я точно пробудился от сна и нашел себя тем повреждением, какое вы уже видели. Этот рассказ святого Мефодия умилил его судей, они признали его неповинным. Женщину же ту, они приказали подвергнуть наказанию, чтобы она сказала, кто научил ее оклеветать неповинного и чистого архиерея Божия. И тот час сиделись палачи, чтобы взять ее для мучения. Она же, увидевши обнаженный меч, приготовленный огонь, острые терновые жезлы, сильно испугалась. И, не доводя дело до казни, открыла истину. Она назвала по имени всех нанимавших и учивших ее, сообщила ей о большом количестве золота, полученном от наустителей, в дом женщины, заслуживающей доверия служителей. Они отправились и, действительно, нашли на месте указанном женщиной золото, которое принесли судьям. Последние произвели смертный приговор как над женщиной, так и над учившими ее оклеветать святого Мефодия. Святейший же патриарх, будучи по своему незлобе верным и истинным последователем Господа, не только не допустил до осуществления смертного приговора, но освободил своих врагов и от предстоящих им ран. Он наложил на них одно только наказание, чтобы они во все великие праздники чинно с возложенными свящами приходили от Влахернской Церкви Привистой Богородицы к Соборной Церкви Святой Софии, и здесь в перевратах храма выслушивали анафему, что и исполнялось. Тогда умолкли хульные иеретические уста, и ересь иконоборной была совершенно уничтожена в Царьграде благодатью Божию, молитвой и неусыпным родением угодника Божия Святейшего Патриарха Мефодия, который из причиненной ему незаслуженной напасти вышел с еще большей славой. Врагам его не было дано того, чего просит у Бога давиться грешающим, исполни лицо их бесчестия и взыщут имени Твоего Господня. Ослепленные злобой с окаменелым сердцем они к первым своим злым делам присоединили новые, не менее горшие. Вышеупомянутый уже патриарх Иоанн, он же Иоанн Анний, виновник всех зол, был послан на поклон в один монастырь. Во время своего пребывания там, видя святые иконы Христа, спасителей при чистой Богородице и святых ангелов, снова обновленные благочестивыми ревнителями после иконоборческого разорения. Анний приказал своему диакону тем святым иконам выколоть глаза. Диакон поступил согласно приказанию, об этом было возвещено благоверной царисе Феодоре. Ревнуя по Христе Боге, она повелела было выколоть глаза самому лжепатриарху, но потом, склоненная просьбами некоторых сенаторов, заменила первое наказание бичеванием. Цариса приказала нанести 200 ударов твердыми бичами лжепатриарху, достойному бесчисленных мук и многих смертей, ибо он во время своей власти многих православных замучил до смерти и, находясь даже в заточении, не переставал наносить бесчестие святым иконам. Святейший же патриарх Мефодий после всех церковных смут и после многих злоключений, перенесенных им за икону Христову, остальное время своей жизни провел кормила церковного в мире и тишине, украшая патриарше престол в Царьграде своим ангеловидным лицом и ангелоподобным житием, стадо словесных христовых овец, руководя к истине и насыщая на пажике богодухновенных учений. Под его влиянием возрастало почитание святых икон, в которых, собственно, чтились изображенные на них лица. Вместе всем он заботился и о том, что в Царьграде и честным мощам угодников Божиих снова по-прежнему воздавалась достойная их честь. В одни владычества иконоборцев честные мощи были поругаемы, как и иконы. На них плевали, их попирали ногами, влачили с поруганием и по улицам, бросали в болото и навоз, иногда же уничтожали, предавая их сожжение или потоплению. Только те мощи сохранились нетронутыми, которых рука благочестивых поспешила укрыть в земле от руки нечестивых. Все это привело к тому, что в Царьграде исчез и самый слух о мощах святых угодников Божиих. Поэтому-то святитель Христов Нефодий и приложил все старания к тому, чтобы снова обогатить Царьград честными мощами и научить православных достодолжен их почитанию. Прежде всего, он торжественно перенес с места первоначального погребения столицу мощи преподобного Феодора Студита, прибывшей нетленными и по истечении восемнадцати лет со дня представления его к Богу. Затем он перенес в Царьград честные мощи патриарха Никифора, покоившиеся на месте его заточения. Об этом перенесении патриархом Мефодием мосейства его господина. Затем он перенес в Царьград честные мощи патриарха Никифора, покоившиеся на месте его заточения. Об этом перенесении патриархом Мефодием мощей своего господина, у которого он был апокрисиарием и который посылал его в Рим подробно говорится по тринадцатым числом месяца марта. Наконец он как драгоценное сокровище готовил в церкви Царьградской внетленные мощи свое многотрудное, многострадальное и освященное чистотой тела. Он уже приблизился к своей кончине, которую и сам предвидел, и о которой получил предсказание преподобного Иоанникия. Предсказав ему в начале патриаршества, он впоследствии предсказал ему кончину. Оба они, одаренные от Духа Святого прозорливости, предвидели представление друг друга, как говорится об этом в житии преподобного Иоанникия. В пятый год сарствами Михаила святой патриарх Мефодий, проведя приближающееся отшествие к Господу преподобного Иоанникия, пришел к нему со всем своим клиром, прося последнего благословения и молитву. Преподобный Иоанникий, достаточно побеседовал со святым Мефодием и, поучив пришедших с ним православной вере, предсказал патриарху Мефодию, что и он по его кончине не замедлит перейти от временного в вечное житие. Затем, после молитвы и последнего прощания, они расстались. Патриарх возвратился к себе, а преподобный Иоанникий остался в своей келье, молясь и приготовляясь к кончине. На третий день подбытия патриарха преподобный и богоносный отец наш Иоанники отошел ко Господу 4 ноября через 7 месяцев. Июня 14 дня почил Господи святейший патриарх Мефодий. Так сбылось пророчество преподобного Иоанникия, что патриарх неумедлит по его кончине и сам отойти в вечность. По представлению святейшего Мефодия поднялись великий плач и рыдание во всей Константинопольской церкви, лишившийся столь великого отца и всемирного светильника. Он был погребен с честью, подобающей столь великому по жизни и служению архиерею. Святой Мефодий пас в церковь Христову четыре года и три месяца и затем перешел в жизнь неоскудивающую временем. Причтенный к лику святых иерархов, он предстал пастырь-начальнику и великому архиерею небеса прошедшему, Господу нашему Иисусу Христу, всеми святыми славимому Богу. Ему же от нас грешных добудет честь и слава со Отцом и Святым Духом ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Благодарюв, Благодарю. Благодарю. Благодарю.